Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Максим Новиков. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях четверга, 6 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. Данной схемой предусматривается введение полосы общественного транспорта на Ленинском проспекте и на улице Черняховского. Проезжайте без очереди. В Калининграде хотят выделить полосу для общественного транспорта. Невозможно не дышать. Когда на себя примите меры. Утонем в мусоре. Очистят ли ручьи речки Калининграда от отходов. Штраф грозит достаточно большого размера. Искусство или акт вандализма? Художники предлагают раскрасить фасады города граффити. Мне почему-то кажется, что ведутся не противоаварийная работа, а продолжается заливка фундамента. Как бы снова не обвалилось, когда подрядчики отремонтируют обрушившуюся стену кафе «Съешка». Местным властям нужно обеспечить его охрану. Забрать зоопарк или отправить на волю? За уроки Калининграда и Калининграды решают выкуление. Теперь подробнее. Будем ли ездить по-новому? Почему чиновники откладывают ремонт и модернизацию городских улиц? Появятся ли в Калининграде полосы выделенного движения для общественного транспорта? И расширят ли Советский проспект? Узнавал Илья Ишутин. К огромным заторам в конце Советского проспекта по выходным дням калининградцы давно привыкли. А вот к широким и многополосным дорогам пока нет. Исправить это предложил Александр Ярошук. Он выдвинул инициативу расширить Советский проспект от перекрестка с улицы Борзова и до выезда из города. Главе Калининграда самому не раз приходилось стоять на этом месте в пробке. После Борзова начинается узкое горлышко. Мы-то везде расширили, сделали одностороннее движение. А дальше, вы знаете, особенно суббота, воскресенье, утром, вечером не выехать. Поэтому мы будем расширять в ближайшем будущем. Как только появятся деньги, делаем проект. Как раз таки деньги и стали камнем преткновения. Для глобального расширения одного из основных выездов из города их нет. Поэтому о сроках начала стройки пока ничего не известно. А вот для еще одного способа борьбы с пробками в городе деньги нашлись. Проект выделенных полос для общественного транспорта разработан уже давно. Применить его собираются на самых проблемных улицах. В городе Калининграде разработана комплексная схема организации дорожного движения. Данной схемой предусматривается введение полосы общественного транспорта на Ленинском проспекте и на улице Черняховского. Ну и здесь не обошлось без проблем. Только теперь мешают борьбе с пробками уже сами автолюбители. Только на одном участке Ленинского проспекта от эстакадного моста до вокзала Южного мы насчитали более 20 неправильно припаркованных автомобилей. Если выделить полосу для движения общественного транспорта сейчас, то пользы от нее будет мало. Скорее она только увеличит количество пробок в центре города. Перед тем, как нанести разметку новой полосы и установить необходимые знаки, сотрудникам ГИБДД должны разрешить эвакуацию неправильно припаркованных машин. Разрешение такое может дать лишь областная дума. Закон уже более полугода дорабатывается, но еще не принят. А до тех пор общественный транспорт так и останется стоять в пробках. Илья Ишутин, Константин Казанцев, служба новостей город. Канализация бьет по глазам и по носу. В Калининграде до сих пор не обновлен старый немецкий коллектор. В нем совмещены канализационные и дождевые стоки. Из-за этого в первую очередь страдают калининградские реки и ручьи. А невыносимый запах мешает жить калининградцам. Мы уже рассказывали о жителях улицы Дзержинского, которым в прямом смысле этого слова нечем дышать. Возможно ли очистить городские водоемы, узнавала наша съемочная группа. На улице Дзержинского около 10 лет люди живут в ужасных условиях. Когда-то речка Лесная была чистой и здесь водилась рыба. Теперь приходится закрывать окна, чтобы не задохнуться. Во всех бедах местные жители винят комбинат продуктов питания. Они неоднократно писали и звонили в администрацию, но ничего не изменилось. Невозможно не дышать. Когда власти примите меры. Мы же люди в конце концов. Но, как оказалось, городские чиновники не имеют власти над этим ручьем. Это река Лесная, сам канал, это федеральные водные объекты. Поэтому, допустим, муниципалитет не имеет права тратить свои деньги на то, чтобы осуществлять чистку русла. В районе Дзержинского, помимо комбината продуктов питания, находится еще ряд предприятий, которые используют эту реку для сброса отходов. Все они находятся на федеральном контроле. В 2008 году за счет федеральных денег русло реки очистили. Но за полгода она вернулась в прежнее состояние. Федеральные службы отказываются выделять деньги на очистку, пока не будет исключен источник загрязнения. Поэтому у местных жителей нет другого выхода, как смириться. Но такая речка на территории города не единственная. В центре приближение к некоторым ручьям можно определить по запаху. Водоемы в районе зоопарка и стадиона «Пионер» также сбрасывают отходы. Единственный в Калининграде немецкий коллектор уже давно не справляется со своей задачей. Есть два пути по устранению загрязнения в водоемах. Это ликвидировать источник загрязнения, что невозможно, либо построить коллектор, а это сумма в несколько миллиардов рублей. Муниципалитет надеется включиться в областные программы, федеральные программы. Но везде требования для того, чтобы включиться либо в областную, либо в федеральную программу, это наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Основная задача – решить вопрос, кто профинансирует разработку проекта. На это нужно 5 миллионов рублей. Помочь в этом может «Хелпом». Это организация, направленная на защиту морской среды Балтийского моря от всех источников загрязнений. Они запустили новую программу, которая позволяет выделить деньги, но только на разработку проекта. Когда будет готов сам проект, можно будет попытаться попасть в федеральную программу по строительству коллекторов. Елена Кивенко, Михаил Жишко, служба новостей город. Имени Сергея Михалкова, автор гимнов нашей страны, известный поэт и военный корреспондент, стал лицом Калининградской детской библиотеки. Ни одно поколение детей выросло на его стихотворении о дяде Стёпе. Но знакомы ли современные ребята с его творчеством? Узнаем далее. В такой вот известной компании прошла церемония присвоения Центральной детской библиотеки имени Сергея Владимировича Михалкова. Специально для этого в Калининград приехал известный актёр и ведущий, тёзка писателя Сергей Колесников. Город также посетила и вдова поэта Юлия Субботина. Почётные гости совместно с главой города обошли все библиотечные залы. В коридоре их традиционно с хлебом с солью встретил Вологодский ансамбль, песни и пляски, а также картонный дядя Стёпа оригинального размера. Он изготовлен именно в рост того дяди Стёпы, о котором писал Михалков в своём произведении. Дядя Стёпа, колонча двухметрового роста. Вот он как раз, вот это 2,80, по-моему, у него рост. Помимо знаменитого милиционера в здании библиотеки разместились личные фотографии, а также документ с оригиналом подписи Сергея Михалкова. Все эти вещи – подарок его вдовы. В популярности поэта среди горожан сотрудники Калининградской библиотеки не сомневаются, как и глава города. Я, наверное, не найду ни одного человека в нашей стране, кто бы не воспитывался с детства на его стихах, на его сказках, на его рассказах. Это дядя Стёпа, это «Мы едем-едем в далёкие края». На деле же оказалось, что найти таких людей совсем несложно. Маленькие посетители библиотеки с трудом понимали, в честь чего всё торжество. Им больше запомнился популярный ведущий. То, что он ведёт программу «Фазэнда» по Первому каналу. А, нет, это же не Сергей Михалков. Не знаю тогда. Не знаю. Писатель. Что он сказал? Сказка для детей вроде. Теперь у читателей библиотеки есть возможность познакомиться с творчеством знаменитого писателя. Здесь разместилась коллекция из 600 книг Сергея Михалкова. Любой желающий сможет взять один из экземпляров, почитать. Наталья Сидорчук, Светлана Фёдорова, Людмила Рогачёва. Служба новостей «Город». Что это? Вид уличного арта или обычное хулиганство? Художники граффити считают, что эта субкультура не имеет никакого отношения к вандализму. Но власти с этим не согласны. Возможно ли раскрасить здание Калининграда в яркие цвета? Узнаем далее. Занимаюсь я этим, если не соврать, лет 15. Александр творит свои картины прямо на улицах Калининграда уже не один год. Натолкнуть на создание граффити его может любой увиденный рисунок. Но это только основа. Какой будет картина в итоге, не знает даже сам художник. Это называется творчество в стиле фристайл. И как признается сам автор, у него есть предпочтение. Очень люблю использовать, например, «Свинюшка» в своем творчестве каких-то мультярных персонажей, всем известных из каких-то мультфильмов диснеевских, «Луни Тюнс» или даже отечественных мультфильмов. Но такими рисунками вряд ли можно украсить улицы Калининграда. Для городских фасадов у Александра есть другое предложение. Основная идея – сделать город цветным и ярким. Уж очень угнетают художника серые многоэтажки советских времен. В Европе можно встретить дома с изображением аэрозольного баллончика. Это значит, что городские власти не против того, чтобы дом стал полотном для художника. В Калининграде таких домов нет и в ближайшее время не появится. Такое слово «вандализм» – есть у нас административный кодекс. Если людей поймают, то это наказание административное. Штраф грозит в достаточно большом размере. И кроме этого они должны полностью это граффити свое зарисовать. Но калининградцы к таким рисункам относятся положительно. Примером можно взять граффити на Южном вокзале. Его нарисовали год назад на стене под мостом на улице Киевской. Место принадлежит железной дороге. И тогда руководство компании было против. Но общественность стала на сторону художников. Это лучше, чем надписи на стенах. Красиво, позитивно. Хорошо, радует. Еще было бы хорошо, но все пришлось с этой стороны. Так что искусство в массы надо нести. Тогда эту стену закрашивать не стали. Но граффити все равно скоро исчезнет после очередного ремонта. А других в Калининграде появиться не должно. В городе только одно разрешенное место для самовыражения уличных художников. Если они захотят нарисовать в другом месте, для этого требуется официальное согласование. Пускай приходят к нам. Конечно, мы будем искать те места, где это возможно делать. Таких мест достаточно в Калининграде. Александр же надеется, что когда-нибудь улицы нашего города можно будет беспрепятственно разрисовать. А между тем его творчество пользуется спросом. И если официальные власти запрещают использовать граффити на фасадах зданий, обычные калининградцы активно используют такие рисунки в своих домах и даже квартирах. Василий Фомин, Дмитрий Казаков, Дмитрий Сметанин, Служба новостей, город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Мне почему-то кажется, что ведутся не противоаварийные работы, а продолжается заливка фундамента. Как бы снова не обвалилось, когда подрядчики отремонтируют обрушившуюся стену кафе «Съешка». Местным властям нужно обеспечить его охрану. Забрать в зоопарк или отправить на волю? Зоологи Калининграда и Литвы решают судьбу тюленя. Вот эта лодка выдержит двух человек и груз до 200 килограммов. Годное путешествие на старинном судне. В музей Мирового океана привезли исторические лодки. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. В эфире Служба новостей, город. Мы продолжаем. Лето закончилось, но в Калининградском зоопарке вход до сих пор огорожен красно-белой лентой. Подрядчик так и не начал ремонт обвалившейся стены кафе «Съешка». Здание является памятником архитектуры. В нем, помимо общепита, находится касса зоопарка. Напомним, во время строительных работ 23 апреля у здания «Съешки» и зоопарка обрушилась стена и кровля. Как выяснилось, ремонт памятника архитектуры проводился незаконно, без разрешения городских властей. С тех пор прошло уже 4 месяца, но здание не только не восстановлено. По всей видимости, строительные работы продолжаются. Мне кажется, что ведутся не противоаварийные работы, а продолжается заливка фундамента. Так это или не так, я думаю, что разберутся компетентные организации, которые должны наблюдать за соблюдением законодательства в области охраны памятника. Директор Калининградского зоопарка обеспокоен за дальнейшую судьбу здания. В нем расположены кассы, сотрудники подвергают себя опасности. По официальным данным, подрядчик сейчас занимается проектной и расчетной документацией. После чего они будут направлены на 2-3 месяца на экспертизу. Так что вопрос о реконструкции здания остается открытым. У жителей Славского района жизнь станет слаще. Билеты на поезда дальнего следования подешевели, а на Аллее Смелых пустят трамваи. Об этом и многом другом подробнее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Два новых завода могут появиться в Калининградской области. Японская фирма «Сумимото» присматривает место для завода по производству изделий из пластика. Еще один завод планирует построить литовская фирма «АРВАй». На его базе иностранцы хотят наладить производство сахара. Место под строительство уже выбрано. Им станет город Слав. Мост на трассе Балтийс-Калининград откроют в ноябре. Ремонт моста на Люблинском повороте, который частично обрушился в начале этого года, обойдется региональному бюджету в 22 миллиона рублей. Между тем, по данным экспертов, примерно половина всех мостов области требует капитального ремонта. Всего в регионе насчитывается около 670 сооружений. 19 иностранцев-нелегалов выдворились территорией Калининградской области с начала года. И только в сентябре регион покинуло 5 граждан Узбекистана. Такие цифры приводит служба судебных приставов. В ведомстве отмечают, что 4 человека были отправлены на родину за счет своего работодателя. Трамваи смогут разгрузить непростую дорожную ситуацию, считают городские власти. Планируется продолжить рельсы по Аллее Смелых. Как трамваи будут уживаться с автотранспортом, не сообщается. Кроме того, в ближайшем будущем планируется реконструкция перекрестка Ленинского проспекта и проспекта Калинина. Там будут перекладывать брусчатку и трамвайные пути. Проезд в поездах стал доступнее. Калининградская железная дорога объявила о снижении цен на билеты на 15%. Речь идет о поездах дальнего следования, отправляющихся из Калининграда. Понижение цены коснется как плацкартных, так и купейных вагонов. 1 октября железнодорожники планируют еще одно понижение цен на билеты от 9 до 23%. Курсы валют на 7 сентября. Американский доллар 32 рубля 19 копеек. Евро 40 рублей 62 копейки. Литовский лид 11 рублей 75 копеек. Польский злотый 9 рублей 68 копеек. Тюлененок в Зеленоградске стал любимцем всех калининградцев. И многие жители обеспокоены его судьбой. Некоторые поднимают панику и пытаются оказать совсем ненужную помощь. Но по словам специалистов, единственное, чем могут помочь тюленю, оставить его в покое. Уже определено, что тюлень на пляже Зеленоградска полугодовалый самец. Он совершенно здоров, может самостоятельно добывать себе еду и свободно передвигаться на пляже и воде. Специалисты отмечают, что в этом возрасте тюлененок уже прекрасно может обходиться без сородичей и матери. Местным властям нужно обеспечить его охрану. А изымать его из природы нет никаких оснований. Сотрудник зоопарка добавил, что волнения и паника, которые бытуют в обществе, напрасны. Главное, чтобы люди не нанесли животному вред и не тревожили его. Тюлененок находится в своей естественной среде. А в зоопарке среди сородичей ему будет просто тесно. Вернулись из дальних странствий. В музей Мирового океана для фестиваля привезли старинные лодки с глубинок России и Польши. Берестяные каркасные, чукотская байдарка, дединовский челн. Все эти экспонаты проплывут по Приголе в эти выходные, так как это было в 17 веке. Из чего делали лодки наши предки и актуально ли в современном мире, узнавала Полина Степанюк. Наш настоящий дединовский челн, который приехал из подмосковного села Дединово, где 17 века строят по уникальной технологии вот эти чудесные старинные лодки. Эта лодка – точная копия. Привезли ее в Калининград из Московской области, где до сих пор ремесленники поддерживают русские традиции. Челны пять веков назад делали из одного ствола, а в селе Дединово придумали выдалбливать из составных частей несколько досок. Вот эта лодка выдержит двух человек и груз до 200 килограммов, но эта лодка маленькая. Есть лодки, которые строили длиной до 12 и даже больше метров. Челны достаточно прочные. В основном их делали из липы. Предназначались они для ловли рыбы как на озерах, так и с берега. В старину из притоков Окского бассейна на них доставляли красную рыбу к царскому столу. Управляли Дединовским челном преимущественно стоя. Вот таким веслом примерно в 2,60 метров высоту. Это весло выступало не только для гребли, но и ранней весной в половодье можно было убирать деревья или обороняться от нежданных врагов. В музеях России до сих пор сохранились старинные экспонаты. При должном уходе они прослужат до 100 лет. Этот же был изготовлен весной прошлого года, потому что жители некоторых сел используют их до сих пор. Во дворах местных жителей стоят вот такие лодки, на которых они плавают по реке, ловят рыбу, перевозят грузы, совершают поездки во время половодья между селами. Еще одна лодка из старины – это каркасная берестяная. Ее привезли из Архангельской области. Трехметровая, предназначенная на двух человек, полностью сделана из натуральных материалов. Каркас из ветвей ели и сосны скрепляется ветками можжевельника, потом обшивается листами коры березы, швы обрабатывают смолой хвойных пород, деревьев и жира. Конструкция достаточно прочная. Возрождается интерес к традиционному судостроению наших предков. Эта лодка недорогая, ее легко починить и материал настолько доступен, что можно изготовить при желании человеку увлеченному за непродолжительное время. А вот чукотскую кожаную байдарку сделать своими руками в Калининграде не получится. Потребуется натуральная шкура моржа. У чукчи лодка была подсобной, поэтому охотиться на кита на ней не выходили. Старинный водный транспорт калининградцы смогут увидеть на ежегодном фестивале. Пройдет торжественный парад традиционных средств передвижения по воде. Это исторические суда, в том числе и гости из Польши. Также для вас состоятся показательный парад яхт и концерт. 8 сентября на территории акватории реки Приголя. Около музея мирового океана можно будет увидеть их в действии. Всего более 10 традиционных лодок народов мира. А кто не успеет, сможет увидеть их позже в стенах музея. Полина Степанюк, Константин Казанцев, Служба новостей город. В конце выпуска наш традиционный опрос. Съемочная группа Первого городского вышла на улицу Калининграда и спросила у горожан, какие у вас хорошие новости. Недавно устроилась на работу, нашла хорошую работу, очень довольна. Вышла на учебу, первая неделя учебная, новые предметы, все очень нравится. Отсутствие плохих новостей, самая хорошая новость. Отдыхать еду скоро. Установил колонку газовую, все хорошо, теперь вода есть горячая. Закончился очередной рабочий день, идем домой, в семью. Мы читаем, наш возраст тоже читаем. Погода хорошая, а сейчас остальное в кофе. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали свидетелем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на адрес электронной почты канал1собакамейл.ру Мы напоминаем, что новости дублируются на нашем сайте первойгородской.ру В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова